Дети-малыши и школьники, малыши когда бегут и падают, и коленки сбивают. Травмы в детском саду номер 80 дети получают из-за поврежденного покрытия, рассказывают воспитатели. Более 20 лет его не ремонтировали. Глава города поручил найти средства и полностью заасфальтировать территорию дошкольного учреждения. На будущее и строители, и дорожники, когда мы заходим на социальный объект, и когда мы строим хотя бы что-то, мы же заранее видим здесь, это единственный детский садик, и можно было продумать, чтобы параллельно здесь и заасфальтировали. Поэтому на будущее, когда мы берем социальный объект, учитывать все необходимые важные элементы, начиная от дороги, начиная от покрытия, по какому покрытию ходят наши дети. Как воздух этому детскому саду нужна и пристройка. Предварительная перепись населения, которая проходила в августе, показала, на Мамайке живет почти 40 тысяч человек, а этот объект строили в советское время с расчетом на численность населения микрорайона в те годы не более 9 тысяч. Переполнено, потому что это единственное образовательное учреждение, еще раз повторюсь, на Мамайке. То есть место есть здесь. Значит, обследуйте весь район. Если мы видим, что земли нет, то надо посмотреть, насколько здесь может поместиться наша типовая пристройка к детскому саду. На подготовку данных по строительству пристройки к детскому саду мэр дал две недели, а вот санитарное состояние Мамайки требует срочного внимания. В неприглядном виде контейнерной площадки, мусор вдоль заборов. Деревья около пешеходных зон давно пора кронировать. Изменения произойдут в ближайшее время и на верхнем участке набережной реки Псахе. Сначала местные жители здесь проведут субботник, а затем к работе приступят дизайнеры и проектировщики. После этого будет разработан план-график благоустройства еще одного километра прогулочной зоны в микрорайоне Мамайка. Есть вопросы у городских властей и к собственникам некоторых территорий. Например, участка бывшего санатория «Фазотрон». Еще один большой жилой комплекс без социальной инфраструктуры администрация города не допустит, подчеркнул Алексей Копайгородский. Все застройщики теперь должны участвовать в возведении новых школ, детских садов, больниц и поликлиник. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ».